Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой недели. Вот уже, собственно, замыкаем мы с вами январь. Время, конечно же, летит и очень много отчетов оказывается позади. Эта неделя обещает быть, возможно, еще более интересной, чем предыдущая. На этой неделе у нас очень много важной статистики по США, которая непосредственно повлияет, конечно же, на доллар. Ну и, конечно же, у нас заседание ФРС впереди. Состоится оно поздним вечером в среду. Внимание уже изначально максимальное, поскольку американский регулятор, разумеется, будет обсуждать перспективу денежно-кредитной политики. И, я думаю, в каком-то формате добавить нам дополнительную информацию к размышлению по поводу темпов повышения процентных ставок, исходя, опять же, из тех условий, которые на рынке созданы к текущему времени. Сегодня мы с вами увидимся еще в 16.30 по московскому времени. Об этом не забывайте, поскольку в это время состоится традиционный вебинар «Правильный понедельник», где мы еще раз разбираем основные события прошлой недели. Я отвечаю на вопросы, которые у вас возникают. Ну, в общем, пытаемся снова актуализировать наши ценовые ориентиры, определить среднесрочные цели и взвесить весь основной информационный фон, который влияет, опять же, на те активы, которые являются основой для нашей каждодневной спекулятивной деятельности. Если у вас есть возможность, я вас приглашаю в прямой эфир в 16.30 по московскому времени. Начнем мы сегодня с нефти. Есть что сказать, и снова мы говорим о макроэкономических данных, о статистике отчета Бейкер-Хьюса замыкающего дня прошлой недели. И говорим о том, что нефть снова находится под давлением. Мы помним то, что в четверг и пятницу, точнее, даже в среду четверга нефть пыталась снова подрасти, но вот в пятницу медведи оказались явно сильнее. Клосс в целом неделе 55.61, сейчас актив торгуется пониже, 55.38. Что мы из новостей торгуем сейчас по нефти? Это отчет Бейкер-Хьюс, который вышел в пятницу. Отчет по американскому рынку, по Соединенным Штатам Америки, то есть по тому региону, который для нас является сейчас самым интересным. Поскольку мы с вами вот еще несколько недель назад пришли к выводу, что за Штатами нужно следить, поскольку Штаты это тот регион, который снижает вероятность разрешения проблемы, связанной с перепроизводством сырья на глобальном рынке. Почему? Потому что очень много нефти стало добываться в рамках американской экономики. И отчеты, которые мы получаем каждую неделю, этому подтверждение. В частности, Бейкер-Хьюс у нас снова прирост, снова на солидную величину, плюс 16 нефтяных терминалов, сейчас их 566 штук. Много, конечно же, очень много. И количество нефтяных буровых тут же приводит к росту добычи нефти. По итогам позапрошлой недели это плюс 17 тысяч баррелей в сутки. Я думаю, то, что производство будет дальше только усиливаться. И все без исключения уже отмечают тот факт, что только одних Соединенных Штатов Америки уже достаточно, чтобы при сохранении текущей динамики компенсировать и нивелировать весь позитивный эффект от сделки ОПЕК, того соглашения, которое, собственно, и поддержало ралли в конце прошлого года. Помимо того, что мы следим за отчетами Бейкер-Хьюс, у нас есть еще статистика по запасам, АПИ, Минэнерго. Здесь также уже несколько недель подряд сплошного прироста. Но это вытекает, собственно, из первого новостного фона и факторов, которых мы с вами обсудили. Поэтому не думаю, что должны возникать вопросы, почему сейчас запасы увеличиваются. Нефти становится еще больше и больше. И не забывайте про Трампа, который обещал еще во время своей предвыборной кампании, что поможет нефтяникам. Именно это он уже фактически сделал, поскольку подписал документ, который возвращает к жизни два очень важных нефтяных проекта по строительству нефтепроводов. В частности, это Кингстон, Эксель и Дакота. Я думаю, что если дело будет доведено до конца, собственно, большие инвестиции пойдут в эти проекты, действительно их поставят на рельсы снова, тогда это будет еще одним подтверждением, что Соединенные Штаты Америки выходят на совершенно новый этап сверхпроизводства и используют максимально лучшим и эффективным образом для себя факты сделки ОПЕК. Потому что, в отличие от регионов ОПЕК и ряда других государств, они не обременены и не скованы никакими условиями подобной сделки. Они получили возможность увеличивать добычу, искать дополнительные рынки сбыта и эту возможность используют. Соответственно, помимо США, есть у нас еще и другие регионы, Диви, Нигерия. Но пока свежих цифр нет. Просто имеем в виду то, что есть такие площадки, тоже исключенные сделки ОПЕК, и доп. приложения также будет присутствовать. Нефть продаем и дальше. Спасибо новостному фону, который укрепляет нашу веру в том, что нефть будет снижаться. Рубль 59,87. Видели? И выше 60 активов. Я думаю, что сегодня с открытия рынка, буквально через 26 минут, мы сможем наблюдать прессинг на российскую валюту. Пару идет выше 60. И здесь уже мы говорим про серьезную поддержку, связанную не только с рынком нефти, но и с действиями Центрального банка, точнее не Центрального банка, а Министерства финансов России, которые инициировали программу по валютным интервенциям. Я думаю, что это и попытка снизить волатильность, это и, возможно, тот шаг, который будет пополнять российские запасники, соответственно, резервный фонд, который очень сильно истощился в последнее время. Ну и это, конечно же, следствие тех, опять же, предупреждений и рисков, которые были обозначены прочими монетарными властями, о том, что, ну, смех дорогой рубль явно не нужен сырьевой экономике, которая благополучия, которая зависит от высоких цен на нефть. Если нет высоких цен на нефть, значит, рубль должен быть по более справедливой, скажем, стоимости котироваться против своего американского конкурента. Текущая справедливая стоимость, я думаю, что уж точно выше 60, наверное, 62-63, потому что все-таки котировки не на таких уж низких значениях, 55-38, еще раз повторяю, сейчас актуальные цены. Дальше идем. Доллар против японской иены. Мы видели, как пара довольно неплохо закрыла прошлую неделю в целом с повышением. Да, мы сегодня наблюдаем о снижении пары сейчас котировки у нас 114.50, но все равно это выше, чем, скажем, поддержка, на которой мы практически увидели пару несколько дней назад, 112. И мы понимаем то, что импульс для роста американцев по-прежнему сохраняется. Здесь стоит говорить и про факт роста индекса доллара, и про факт роста доходности американских трежерис. Действительно, снова не то чтобы многомесячные максимумы, но все-таки высокие отменки, которые стоит обозначать. В пятницу вышло несколько важных отчетов, в частности, по ВВП США. В четвертом квартале американская экономика показала рост, но не такой хороший, на который мы рассчитывали 1,9% против прогноза 2,2%. Но все равно 1,9% для развития рынка – это хороший показатель. Это показатель, который доказывает сохранение импульса экономического восстановления. Основной кварт по-прежнему вносит потребительская активность. Я думаю, что на этом импульсе американская экономика будет развиваться и дальше, особенно в преддверии приквешения стимулов со стороны Трампа. Заказы на товар длительного пользования – минус 0,4%, спад против прошлого, спад на минус 4,8%. Да, это плохая цифра, но хочу сделать небольшую ремарку, чтобы вы все прекрасно понимали. Заказы на товар длительного пользования со сроком больше трех лет – это та категория товаров, которая в основном формируется за счет оборонки, преимущественным образом. И если мы посмотрим на показатель заказа в оборонке, то по итогам прошлого месяца этот один из самых волатильных показателей серьезно просел на 33,4% снижения. Соответственно, именно этот спад и повлиял на данный показатель, а учитывая волатильную природу этого индикатора, вполне возможно, что уже в этом месяце мы увидим не просто компенсацию такого снижения, а даже прирост, учитывая то, что речь идет о Соединенных Штатах Америки, для которых оборонка всегда была чуть ли не в основном приоритете. Поэтому рост этого индекса сможет составляющий компонента легко вытащить. Заказы на товар длительного пользования уже в следующем месяце. То есть от негатива не останется ровным счетом ничего. Индекс Мичиганского университета – это уже позитивный отчет. 98,5% против прошлого – 98,1%. На этой неделе у нас масса отчетов по США, это заседание ФРС и американский рынок труда, в частности в среду ЭДП, а в пятницу – Non-Farm Perils, где мы параллельно следим еще и за динамикой роста заработных плат. Также ждем обещанные реформы Трампа, пока все-таки статус-кво соблюдаются, никаких решительных действий, по крайней мере в области усиления протекционизма есть какие-то намеки, это не совсем хорошо. А вот с точки зрения реформ стимулирования, расходов колоссальных бюджетных, снижения налогов, законодательного смягчения, пока что молчок. Я думаю, что ситуация исправится, и мы видим, как первыми уже начинают реагировать доходности Трежерис, это неспроста. То есть позитивный настрой в отношении доллара должен сохраняться, я считаю, что мы увидим значение повыше, уже оттолкнулись от минимальных уровней, давайте ждать тестирования сопротивления 115 и возможность того, чтобы пара оказалась повыше. Евро против доллара, определяющим триггером этой валютной пары остается доллар. Если говорим про массу макроэкономических данных, сильных отчетов, ждем поддержки для доллара, ждем жестких комментариев со стороны ФРС, в частности намеки уже были сделаны в ходе выступления представителей американского регулятора на то, что могут снова озвучить идею возможность трех повышения процентной ставки в этом году, опять же, как необходимый фундамент и основа для стимулирующей политики Трампа. Любой намек и любой комментарий, сделанный ФРС в этом ключе, будет обеспечивать ростом доллар и снова теснить позиции европейской валюты. Мы помним и негативные комментарии Европейского центрального банка и Бундесбанка, которые не верят в высокие значения базового индекса потребительских цен, отмечая то, что основания для роста очень шаткие и не верят в хорошие показатели экономического расширения, с которыми мы будем работать в предстоящие недели и месяцы. Завтра у нас индекс потребительских цен. Напомню, что в прошлый раз мы увидели рост до 1,1%. Это высокое значение. Мне будет крайне интересно посмотреть на тот индекс, то значение инфляции, которое сейчас характеризует потребительскую активность еврозоны. Это все завтра. Но даже несмотря на важность этого показателя, я считаю, что он не сможет обеспечить европейскую валюту импульсом движения в том или ином направлении. Все будет зависеть от поведения доллара. Фунт против американца. Я по-прежнему рекомендую не отказываться от длинных сделок, потому что фунт сохраняет интерес к себе за счет решения. И позиции Терезы Мэй, решения Верховного суда Великобритании за счет возможности того, что процедура Brexit будет согласована в двух палатах парламента. В частности, законопроект не просто уже подготовлен, он уже, по сути, выставлен на рассмотрение в парламенте. После того, как пройдет голосование по нему, у Терезы Мэй будут полномочия инициировать 50-ю статью Лиссабонского договора. Мы знаем про позицию Терезы Мэй о том, что она крайне заинтересована в сохранении высоких экономических связей с Европейским Союзом. В пятницу, кстати, еще прошла встреча Трампа с Терезы Мэй. Они обсуждали санкции против России. Очень позитивная тема для России, поскольку по-прежнему есть все-таки намеки в пользу того, что Трамп не будет продолжать политику Обамы и рассмотрит возможность выхода из вот этих ограничительных действий и кольцевого санкционного противостояния, которое явно сейчас уже никому не нужно. Поэтому, если вы знакомились с обзором, который я некоторое время назад готовил по поводу того, что санкции могут быть сняты, эта информация как раз весьма актуальна сейчас, потому что, судя по всему, отношения США понемногу теплеют в адрес российской экономики. Трамп отметил то, что очень рад, в частности, что Англия покинула состав Европейского Союза, потому что он как бизнесмен. Ему приходилось работать со многими регионами Европейского Союза, с ЕС в целом. И каждый раз, когда речь шла о бизнесе, сотрудничество с ЕС создавало очень много трудностей, регуляторных, законодательных, что было отмечено Трампом. И он рад то, что такая мощная экономика, как Англия, теперь развивается в автономном ключе, поэтому с большим удовольствием США заключит ряд торговых соглашений, что можно оценивать сейчас в качестве позитивного фактора для рынка национального и для фунта. Поэтому, прежде чем будет инициирована 50-я статья Лиссабонского договора, я предлагаю покупать фунт с целью 1,27, а то и даже 1,28. А вот после того, как эту статью, собственно, инициируют, будем уже искать точки для продажи. Австралиец против доллара находится под давлением еще слабых данных по инфляции. Об этом мы также говорили. Не отпускает слабая макроэкономическая статистика, потому что она готовит нас к очень слабым показателям по ВВП. Как и раньше, новозелание с австралицей я рекомендую продавать. USDCAT понемногу пара восстанавливается, в частности, это благодаря росту доллара. И еще, опять же, следствие первых сигналов со стороны администрации Трампа о том, что Соединенные Штаты Америки готовы уже к усилению протекционизма. Это и вот пресловатая стена с Мексикой. Даже уже подписан соответствующий акт, то, что, возможно, повысит пошлины для мексиканских товаров на 20%. И эти средства будут использованы как раз для строительства цены. Что касается пересмотра условий нафта. Это тоже актуальная тема. Соответственно, если дело дойдет до этого, то канадская экономика может столкнуться с серьезными рисками. Я советую не забывать и про этот новостной фонд. Завтра у нас отчет по ВВП Канады. Вы посмотрите по экономическому календарю. Большинство экспертов считают, что статистика будет плохой. Я считаю, что это правильный прогноз, исходя из последних релизов по состоянию ключевых секторов. Поэтому канадец будет находиться под давлением национального фундамента. Золото у нас ниже 1200 долларов за тройскую унцию. Сейчас котировки 1193 с небольшим. Ждем снижения, поскольку ждем усиления позиций американского доллара. Американский фондовый рынок отскочил от исторических максимумов. Но это, опять же, лишь простая консолидация, технический откат и очередной сбор сил, чтобы снова навалиться и в очередной раз переписать новые максимальные экстремумы. Ждем стимулов, ждем, что американский рынок, американские промышленники будут при Трампе хотя бы первое время процветать. И ждем, соответственно, то, что это будет дисконтировано в котировках основной бенчмарки американского фондового рынка. Собственно, на этом все. Если у вас есть вопросы, вы их всегда можете задать на нашем канале на YouTube либо на форуме Амарта. С огромным удовольствием отвечу. Не забывайте подписываться на канал, оставлять все ваши пожелания и обязательно ставьте лайки. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok